Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию актрису Светлану Иванову. Он жил на две семьи, а роль любовницы была для нее неприятна. Известный супруг, который старше на 24 года, и нынешний счастливый брак. Светлана Иванова – успешная и популярная актриса российского кино. Супруга 62-летнего режиссера Джанника Фазеева. Разница в возрасте составляет более 20 лет, что не помешало двум творческим людям создать семью и стать счастливыми. Светлане пришлось пройти долгий путь, чтобы сменить статус из возлюбленной знаменитого режиссера на законную супругу и мать его детей. Светлана Иванова – коренная москвичка. Она родилась в 1985 году. Родители Светланы творческими людьми никогда не были. Они работали инженерами-энергетиками. Их дочь Тихоня и Круглая Отличница мечтала продолжить дело родителей и поступить в энергетический институт. От задуманного девушка отступать не собиралась, пока близкая подруга не позвала 14-летнюю Светлану на репетиции театрального кружка. Этот день перечеркнул все прежние планы и ее мечты. В 2006 году после окончания школы Светлана задумала поступать в школу-студию МХАТ, но, увы, провалила экзамены. Неудача ее не остановила. Следующей попыткой стало поступление во ВГИК. На этот раз все сложилось более чем удачно. С первых курсов она была вовлечена в настоящую актерскую жизнь, участвовала в постановках и играла эпизодические роли в кино. В 2011 году она сыграла главную роль в спектакле «Три товарища». И все же зрители больше знают актрису по ролям в кино, нежели по театральным постановкам. Со своим будущим супругом Джанником Фазиевым Светлана познакомилась на съемках картины «Август-8» в 2011 году. Режиссер сразу обратил внимание на молоденькую, светловолосую, хрупкую актрису, но приличная разница в возрасте пересекала даже мысли о каких-либо близких отношениях. К тому же зрелый по сравнению со Светланой Фазиев был женат на линии Эспли. В семье подрастало двое детей. Через год Светлана стала мамой очаровательной дочки Полины. Тайну отцовства актриса долгие годы пыталась скрывать, чтобы уберечь своего ребенка и возлюбленного от сплетен и от скандалов. Только вездесущая пресса сумела узнать правду, когда на страницах желтой прессы появились фотографии Джанника и маленькой Полины. Вопрос об отцовстве девочки отпал сразу. Помимо всего, репортеры сумели запечатлеть в кадре поцелуи режиссера и актрисы в столичном аэропорту. После опубликованных фото разгорелся нешуточный скандал. Впервые как пара Фазиев и Иванова обозначили себя в 2015 году, когда вместе появились на вечеринке, которая была посвящена Московскому международному кинофестивалю. К слову, Джанник на тот момент еще не разверстся с первой супругой. Такой совместный выход в свет общество восприняло как вызов и возможность таким скандальным образом сообщить всем о своем романе. Люди, в том числе и поклонники актрисы, были возмущены таким провокационным вызовом. Светлана прокомментировала и с Джанником появление на вечеринке, как ничего не значащее явление. Просто два человека вместе пришли на открытое мероприятие. Однако объяснения актрисы уже не принимались, как выводы публикой были сделаны давно. Однажды в интервью она призналась, как мучила ее двойная жизнь. Статус любовницы она точно не готова была на себя примерить. И причиной была в Джаннике, который все еще не определился в своих отношениях. Лично я не поддерживаю такие истории и считаю, что женатые, замужние актеры и актрисы, режиссеры не должны так поступать. Но это лично мое мнение. Удивительно, что Иванову не смутил служебный роман Фазиевой с одной из актрис, которые снимались в 2006 году в его картине. Отношения с Ольгой закончились появлением на свет общей дочери, Олеси. Актриса не стала рушить семейную жизнь режиссера и тихо, без скандалов, с ним рассталась. В 2018 году у Ивановой и Фазиева родилась вторая дочь, Мира. Здесь уже законная супруга Фазиева не выдержала и подала на развод. Светлана с Джанником тайно расписались в 2019 году. На росписи и небольшом застолье присутствовали только близкие люди. На сегодняшний день семейная пара счастливо живет, в любви и полной гармонии. Проживает в столице, в роскошных апартаментах, стоимость которых оценивается в 25 миллионов рублей. К слову, квартира была приобретена на деньги Светланы Ивановой. Большая разница в возрасте. Жена Фазиева, которая не смогла смириться с выбором мужа и отпустить его. Все осталось в прошлом. Два влюбленных человека, пройдя путь испытаний, вопреки всем предрассудкам, смогли быть счастливы вместе. Дорогие мои, пишите свое мнение в комментариях. Я свое мнение уже выразила. Я вообще против служебных романов, измен и всякого такого. Ни в коем случае я это не пропагандирую, как мне пишут в комментариях. Я просто озвучиваю жизнь известных людей. Мне, в свою очередь, хочется пожелать Светлане новых интересных проектов и, конечно же, главных ролей. Лично для меня она, как актриса, я считаю ее очень талантливой и картины с ее участием с удовольствием смотрю, так как они очень интересны. Дорогие мои, благодарю всех за внимание. Желаю вам всего самого доброго, всего самого замечательного. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. Ангела-хранителя, Божьей помощи и Божьего благословения. Успехов всегда и во всем. До новых встреч. Всего вам самого-самого замечательного. И всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»